И снова здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Эш, и сегодня у нас с вами речь пойдет об альбоме, который неожиданно для меня стал саундтреком недавних летних дней, когда в городах преобладает жарище. Именно такого солнечно-обитного звука я и не ожидал услышать у данного артиста и его нового альбома. Тем не менее, несмотря на его откровенные поп-панк-референсы и танцевальную ритмику, которая делает этот релиз, наверное, самым попсовым в его карьере, не обошлось и без привычных нам темно-качевых бенгеров с представителями рэп-сцены Флориды. Поэтому я очень-очень рекомендую послушать данный альбом и убедиться самим, что в нем можно найти абсолютно разные характеристики и детали, которые понравятся разным типам слушателей, при этом не портя слушательский опыт другим типам слушателей. Да, надеюсь, я понятно объяснил на этот счет. Это Кевин Пуя, рэпер из Флорида, один из пионерных рэперов саундклаудовского формата. И если быть до конца честным, он представляет вот это значительное меньшинство саундклаудовых рэперов, за которых не стыдно даже сегодня. Мы уже рассматривали его альбом Five Five в одном из наших обзоров на канале, правда, видео я спрятал по непонятным всем причинам, даже мне. И думалось мне, что Пуя так и будет выдавать одноразово сильные хиты, которые будут разбавлены здоровым количеством филерных треков и будет все это скомпилировано в дальнейшие релизы и называться это будет все альбомами. Но не тот-то было на самом деле. Как и в случае с альбомом Machine Gun Kelly, с данным релизом я не ожидал услышать вообще ничего особенно сильного музыкально и оригинального лирически. Тем не менее, уже с первых минут начали медленно выплывать вот эти южновые фанковые мелодики и ритмики зарубежной эстрады, которые одновременно напоминали о вапорвейве и раннем клауд-рэпе, что, безусловно, не могло не радовать. Альбом у нас называется Югу есть чего сказать, а на облоге у нас изображен сам маэстро в трэшовых тонах, в грязи с синяками и в полностью запущенном состоянии. Не знаю, к чему пациенток себя запускает чисто с эстетической точки зрения, причем уже на протяжении очень-очень многих лет, но как облога, так и название альбома вот задают очень-очень правильный фон для его повествования. Мы здесь слышим атмосферу вот этого американского юга с пальмами, океанами, оружием, наркотиками и довольно сомнительной судьбы современной молодежи в этой всей среде. Именно таким сомнительным молодым человеком и предстает Пуя, ведь он одновременно хреново выглядит снаружи и одновременно хреново чувствует себя внутри. И вот этот балансирующий друг друга диссонанс между привлекательным жарколетним югом и отвратным эмоциональным состоянием маэстро альбом доносит уже с первого взгляда. Со стороны текста не так много поменялось в творчестве Пуи, вообще ни в какую сторону, поскольку комбинирование там суицидальных мыслей, тем секса, неразделенной любви, сожаление о том, что близкие люди либо сторчались, либо торчат, никуда не подевалось и никоим образом не изменилось. Во многом, конечно, эти темы поданы, ну, чуть-чуть, может быть, по-новому, и значительно перекрываются качеством музыкального контента, которое на порядок выше, чем текст. Тем не менее, я рад, что чисто структурно здесь все меньше присутствует нискульная ритмика и флоу. Здесь намного больше эмоций, которые поданы очень искренне и довольно глубоко, но вот без лишней вот этой вот истеричной неконтролируемости, когда все строки о вышеупомянутых темах выглядят больше как, ну, нытье, да, нежели как реальное изложение чувств и мыслей так как самого Пуи, так и приглашенных артистов. То есть здесь нет нытья и уже хорошо и спасибо. Конечно, стебный текст, я специально говорю в кавычках, текст трека Сак Май Дик, который длится 38 секунд, можно воспринимать по-разному, что делает его одновременно интересной интерлюдей и откровенной попыткой заработать на прослушивании трех слов и бубнижа Пуи насчет того, что они специально продлили трек до 38 секунд, чтобы за него платили стриминговые платформы. Единственный момент, в отличие от музыкальной составляющей, вот мы слышим здесь редко вот динамику настроения и по своей форме текст все так же остается проходным и не запоминающимся. Только припевы, и то исключительно благодаря приглашенным вокалистам. Так вот, музыкальный альбом намного-намного сильнее, и как раз за мелодический контент можно простить альбому откровенно приевшийся текст. Конечно, не стоит придумывать то, чем ты не являешься в тексте хип-хоп альбома, но все равно ни одним словом лирически меня альбом не зацепил, не впечатлил и не тронул вообще. Другое же дело музыка. В первую очередь, это сильнейшие припевы треков Mood Swing Misery, Settle Down и Run It Down. За них я очень-очень благодарен, поскольку таких одновременно простых, но мелодичных и запоминающихся припевов я не слышал очень-очень давно, и не только, кстати, в хип-хопе. Хуки от, собственно, Puy тоже хороши, хоть и полностью повторяют темные вот эти синтезаторные линии, как в треках I'm Alive и Superman Is Dead. Нельзя сказать, что это плохо. Безусловно, наоборот, его вокал как раз подчеркивает припевный инструментал, что в комбинации давало намного более полный и более слаженный вот этот эффект от прослушивания. Инструментально мы здесь имеем вариации и условное деление по настроению. От игриво-попового начала до качево-трэповой середины и тяжелого суббасового клауда и его поджанров, там вот эти все фонки, трилы, хуилы, я не знаю, как они называются. Вначале мы имеем звук либо сэмплированный, либо сыгранный на живых инструментах, что довольно редко происходило, кстати, в работах маэстро, вот стоит заметить. Затем поп-рэповые биты, которые можно найти в клубосах, там, на пляжах, на стадионах, на радио. И финал мы имеем с грузным суббасом и темно-агрессивной вот этой трепчиной, прям темно-темно-темно-темной. Поэтому я и говорю, что в этом альбоме каждый может найти что-то свое, параллельно не матерясь на кардинальное различие в звуке, ведь они преподносятся постепенно и, что самое главное, довольно ненавязчиво. Как раз фиты с Гоустменом, Джуси Джей и Сити Морг принадлежат к финальной, более агрессивной части и преподносят ожидаемо стабильный вот этот агрессивно-депрессивно-хаслово-нарко-сексовый посыл и соответственный звук. Из фитов в этой части я выделил интересный хук от Гоуста про Клуб 27. Все же остальные, господа, звучали так, как и звучат в сольных работах, но все равно в контексте соответствующих треков, за что уже спасибо. Поп-фанк-часть в начале альбома мне понравилась намного больше, не только потому, что она была реально здорово исполнена, но еще потому, что это был, ну, наверное, один из тех немногих примеров Пуи, работающего как раз в максимально радиофрендли стилях, где он и сам читает припевы очень так, приближенно к пению, и у него это получается, ну, довольно здорово, вот, мне нравится на самом деле. Этот альбом исключительно для ушей, если говорить в итоге, и как раз вот не для мозгов, не для сердца, а именно для слушания. Здесь редко сопереживаешь, редко думаешь над чем-то, вместо этого слушаешь и получаешь удовольствие, что уже очень-очень важно вообще-то. Четыре из пяти для меня, поскольку текст мог бы быть содержательнее и выразительнее, по сравнению, естественно, с теми же предыдущими работами, и потому что альбом вывозят исключительно припевы от приглашенных вокалистов, качественный продакшн и, собственно, тембр маэстро, который, ну, всегда приятно слушать, вне зависимости того, о чем он вообще поет. А так это все на сегодня. Всем спасибо за просмотр, если вам понравилось данное видео, то ставьте лайк, и если вы оказались тут впервые, то не забудьте подписаться на канал и, естественно, нажать колокольчик, чтобы не пропустить будущее видео, которое выходит у нас очень даже регулярно. Напишите в комментариях, слушали вы альбом или нет, понравился вам альбом или нет, и на что мне сделать обзор в будущем. Также не забудьте поделиться своим мнением со мной в твиттере, ссылочку к нему вы найдете в описании к данному вот видео. Вот там, вот там, вот там, вот там. А так это все на сегодня, всем спасибо и всем пока!